30 марта главный редактор газеты «Байкальская Сибирь» Сергей Королёв провёл прямую трансляцию на странице БГ Иркутска в Инстаграм с директором Центрального рынка Иркутска Григорием Слезаком. Они посетили объект на улице баррикад 111А, где складирована часть имущества рынка. Ранее пользователи соцсетей задавались вопросом, почему этот объект охраняется именно муниципальным предприятием. Всё оказалось просто. Прилавки и торговое оборудование ранее было расположено в другом месте, которое нужно было оперативно освободить. Городские власти предоставили этот земельный участок. Вскоре, по словам директора, часть оборудования будет списана, а остальное аккуратно сложено. Далее Григорий Слезак впервые публично прокомментировал ситуацию с охранным агентством «Кодекс», которое в данный момент работает на Центральном рынке. Оказалось, что и Слезаку осталось непонятным, почему в конкурсе на охрану заявился только «Кодекс». С нашей стороны, как муниципального предприятия, были запрошены коммерческие предложения. Отряд охранных агентств, коммерческие предложения поступили даже инициативно, без наших запросов. Соответственно, была сформирована средняя цена по конкурсу, было получено согласование с нашим учредителем, была объявлена закупка, но по непонятным для нас причинам на конкурс заявилось только охранное агентство «Кодекс». Соответственно, конкурс был признан несостоявшимся, и единственным победителем данного несостоявшегося конкурса является охранное агентство «Кодекс». В этой части, как мы с вами уже разговаривали, процедурные моменты со стороны центрального рынка были соблюдены в полном объеме. Но здесь есть повод задуматься, да, я думаю, что и возможно даже есть моменты для ФАС рассмотреть вопрос о каком-то либо картельном сговоре со стороны охранных агентств, либо лоббирование интересов охранного агентства какой-то третьей стороной. Я бы, наверное, даже назвал это. Ну, правильно я понимаю, вот жалоб каких-то на данные процедуры, на данный конкурс никто не подавал никуда. Вот у вас есть такая информация? Абсолютно никаких жалоб ни со стороны участника единственного, либо со стороны каких-либо других желающих в наш адрес, либо по имеющейся у нас информации в адрес федеральной антипанопольной службы не поступало. Субтитры подогнал «Симон»!